Здравствуйте, с вами Юля и проект InDubai. Как вы знаете, мы с мужем переехали из Санкт-Петербурга в Дубай вместе с ребенком школьного возраста. После нашего первого интервью приходило много вопросов. Как произошла адаптация ребенка в школе? Сколько стоит обучение в школе? Как вообще происходит это обучение? Какая разница между обучением в Дубае и в России? Вопросов много, они все очень разные. Я вот решила записать видео для вас, в котором бы объединила все эти вопросы и рассказала бы. Моя дочь зовут Маша, ей исполнится в феврале 6 лет. Она посещает учебное заведение под названием Nibras International School и входит в садик KG2. Это, если перевести на русский язык, это наша подготовка к школе. В следующем учебном году, в сентябре месяце, она пойдет в первый класс, который будет называться Grade 1. Первый вопрос, наверное, самый популярный. Чем вы руководствовались, когда выбирали в школу ребенка? На тот момент, когда мы приехали, в первую очередь мы руководствовались ценой этой школы. Второй вопрос, как добирается ребенок в школу? Ребенок добирается в школу на школьном автобусе. Ее забирают в 6.30 утра от дома, к 8 утра она приезжает в саму школу. То есть полтора часа автобус возит ее по различным районам и собирает других деток с других районов. А обратно она приезжает довольно-таки быстро, всего лишь за 20 минут. Как строится день? Они приезжают в 8 утра. Все дети, независимо от того, возят их родителей или привозят на школьном автобусе, приезжают к 8 часам утра в школу. Какое-то время у них идет на игры, на беседы с друг дружкой. Потом начинается занятие. После занятия есть небольшой перекус. После перекуса они идут на площадку, где они гуляют. После площадки они опять возвращаются в школу, где у них есть тоже какие-то занятия. После занятия у них опять небольшой перекус. И потом их увозят в школьном автобусе обратно по домам. По времени это будет к часу дня она возвращается домой. Но это только младшие школьники. Школьники постарше возвращаются домой в 3-4 часа дня. Есть автобусы, которые привозят старшеклассников в 6-7 часов вечера. То есть очень загруженный день получается детей. Дети устают, родители жалуются. Но несмотря на это виск и шум на площадке стоят до самого вечера. Мне кажется, что больше стоит у родителей, нежели дети. Очень большое внимание уделяется спортивному воспитанию. Практически во всех школах есть бассейны. Во всех школах есть свои футбольные команды. Причем в футбол играют не только мальчики, но и девочки. Всегда проходят спортивные турниры. Физкультура у нас тоже раз в неделю. И очень активное внимание уделяется именно физическому воспитанию ребенка. Есть специальные задания, они специальные упражнения выполняют. Ну, в общем, как всегда, у любого школьника любимый предмет – это физкультура. Также и здесь ничего нового, все дети одинаковые. Еще что интересно, что в Дубае, страна, стоящая в пустыне, уделяет большое внимание садоводству. У каждого класса есть свой небольшой садик и огород, куда они каждую неделю приходят или два раза в неделю. И каждый ребенок занимается тем, что там окучивают свою грядку. Они так изучают названия овощей, какие-то глаголы, используют, которые мы не используем в обычной жизни. Маша выращивает морковку. Детям очень нравится, потому что это, во-первых, смена деятельности, во-вторых, это можно поковыряться в земле. Дети этого возраста просто обожают. Это потом все съестся, и поэтому, естественно, это внушает какой-то оптимизм. Многие меня спрашивают, сколько предметов в день. Если честно, то поскольку это все-таки подготовка к школе, то какого-то четкого ограничения 45 минут или 50 минут, я не знаю, сколько они сидят. Детям такого возраста сложно удержать свое внимание больше 15 минут. Все обучение происходит в игровой форме. Усидеть им на месте какое-то время очень сложно. Они лепят, они рисуют. Естественно, это математика, естественно, мы очень много пишем в прописях. И это рассказ, именно разговор по-английски. Каждая рабочая неделя, которая начинается в воскресенье, начинается с рассказа о том, что ребенок делал в выходные. Мы должны подготовить 3 или 4 предложения описанием того, где мы провели свои выходные. Очень здорово, что это разрешают подкреплять фотографиями или каким-нибудь рисунком. То есть, если ребенку сложно это выразить словами, он показывает это на рисунке, и преподаватель в школе помогает ему. Это очень сильно отличается от наших детских садов, потому что атмосфера, надо сказать, более расслабленная. Если ребенок устал и хочет там немножечко отдохнуть от общих занятий, то у них есть уголок с подушкой, где он может прилечь и отдохнуть. Очень много вопросов приходит по поводу того, как она понимает, что происходит в школе. Школа обучается по американской системе образования. Все преподавание идет на английском языке. Преподаватели у нее британцы. И все общение между детьми, между родителями происходит только на английском языке. Первое время, конечно, очень сложно. Период адаптации он есть. Я могу сказать, что чем старше ваш ребенок, тем сложнее будет проходить его адаптация. Тем младше, тем более безнаболезненно он перейдет на английский язык. Первое время было сложно. Она была абсолютно безучастна к тому, что происходит в классе. Добавляла трудности наличия русскоязычных детей в этом классе. Потом их всех рассадили. То есть все русские детки сидели отдельно за другими столами. И им запрещается говорить в классе на русском языке. Как же происходит общение между родителями и детьми? Вот каждый раз нам присылают вот такие вот листочки, где пишется задание. Практически каждый день какие-то события происходят в школе. Что прошли, что ждет на будущей неделе, на что обратить внимание на следующей неделе. Какие экскурсии будут. Все это происходит в таком вот режиме. В режиме записок. Также можно написать любое письмо преподавателю по электронной почте. И если честно, все очень доступно и понятно. Каждый раз ты заглядываешь в школьный портфейль. Там есть вот такая пластиковая карта. Папка с подписью именем Мария написана. И здесь есть все задания. Задания выдаются один раз в понедельник. И возвращаются должны в четверг в последний рабочий день и учебный день. Оценки точно так же выставляются раз в неделю. Причем есть оценки отдельно по арабскому языку. И есть оценки по математике, английскому, чтению, письму. Оценки не так, как у нас, когда мы привыкли. Пятерка, двойка, тройка, четверка. А вот такой вот outstanding, good, acceptable. И вот такая бумажечка выдается, в которой написано, как ребенок обучился за эту неделю. Что он узнал нового и какие у него успехи. Арабский преподается очень интенсивно. Это практически 2-3 урока в неделю. Дети очень быстро начинают понимать арабскую, узнавать отдельные арабские слова в речи. Цифры практически все дети знают сразу же, то есть их этому обучают. Большое внимание в школе уделяется именно патриотическому воспитанию. Дети в 5 лет знают гимн, как он слышится на звук. Знают, как рисуется флаг. Знают названия всех Эмиратов и знают названия, как зовут двух главных шейхов. Их портреты висят во всех классах, во всех коридорах. Это, наверное, одно из самых главных отличий в России, потому что детки в России в 5 лет там с трудом Путина узнают у нас по телевизору. Здесь, конечно, воспитанием таким вот патриотическим занимаются очень серьезно. Могу сказать, что в школе не говорят о том, что мы ушли на рождественские каникулы. Это каникулы зимние. Нам всячески дают понять, что это не европейская страна, это мусульманская страна. И тут нет праздника Рождества, а есть праздник зимних каникул. Зимний перерыв их так называют. Никакого атрибута Санта-Клаусов в школе вы не увидите, не найдете. Максимум это будет елка или даже, может быть, какое-то украшенное просто шариками дерево. Очень многие спрашивают меня, как организовано питание в школе. Каждое утро в 5.30 утра я встаю для того, чтобы приготовить ребенку завтрак и последующий обед, который она будет съедать у себя в школе. Это должно быть все свежее, потому что жара и специфика климата накладывает свой отпечаток на приготовление пищи. Все блюда или снеки, как их называют, с шоколадом изымаются из школьного ланчбокса. Зато очень приветствуются и хвалят тех деток, которые приносят с собой фрукты и овощи. Даже часто пишут, чтобы побольше давали фруктов и овощей, тем самым они изучают новые слова. Постоянно, каждую неделю происходят какие-то мероприятия, которых опять-таки извещают при помощи писем. Например, у нас за прошедшие полугодия, хотя полугодия назвать это сложно, мы начали учиться 8 сентября, закончили учиться 20 декабря. Произошло несколько событий, таких как поездка в дельфинарий, желтый день, когда мы все одевались, когда всех детей наряжали в желтую одежду, синий день, красный день. День праздника зимы, когда все детки приходили в пижаме и разрешили им переносить с собой игрушку, с которой они не спят. Их угощали в школе молочным шоколадом, жидким молочным шоколадом. Вот это, конечно, был праздник, учитывая то, что все это изымается, если шоколад есть в ланчбоксах. Конечно, сложно ребенку, который учился в России, попадать полностью в англоязычную среду, но через какое-то время она начинает понимать. Причем это видно не только по смыслному взгляду у нее на уроке, но и часто она рассказывает мне то, что будет. Например, она пришла и рассказала, что мы пойдем в дельфинарий. И действительно, через какое-то время я получила записку у преподавателя, что через две недели будет поход и экскурсия всей школы в дельфинарий. На вопрос, как ты понимаешь, что тебе сказали, ребенок, конечно, ответить не может. Но, видимо, где-то там откладывается в подсознании, что она делает. Может быть, это общая атмосфера, которая в школе как-то способствует этому. Может быть, это запрет на русский язык. Но я могу сказать, что через полгода ребенок начинает воспринимать английскую речь хорошо. Естественно, мы не ждем от нее чтения на английском языке или даже разговоров. Но, например, на бытовые вопросы, что ты будешь есть, иди чисти зубы, какие фрукты ты любишь, какой твой любимый цвет, иди, стой, сиди. На простом уровне она вполне может поддержать этот разговор. Я могу сказать, что это феноменально и колоссально, потому что мы занимались в России год английским языком. Мы таких результатов не добились. То, чего мы добились за 4 месяца обучения в школе. Хотя и говорят, что сложно здесь, потому что очень такой насыщенный день получается. Но могу сказать, что за 4 месяца у ребенка было 4 раза каникул по неделям. Поэтому такое все в расслабленном режиме здесь происходит, особенно у малышей. Посмотрим, как будет дальше. В школе есть школьная форма, которая обязательно к посещению школы. Школьная физкультурная форма. Большие требования предъявляются к обуви, чтобы она была удобна. Во всех школах есть медпункт, который окажет помощь. Если что-то случается с вашим ребенком, вам обязательно звонят на телефон. Как я узнаю, что когда привезут, подъедет или уедет автобус от школы, мне отзваниваются нянечки, которые в автобусе. В автобусе находятся 3 человека, один из них водитель и 2 человека помощников, которые обязательно пристегивают вашего ребенка к сиденьям. Не разрешают им бегать и носиться, которые запрещают употреблять пищу во время того, как движется автобус. Ну и вообще следят за порядком, что на самом деле очень сложно, потому что когда звонит ассистент из автобуса, ор стоит страшный. Как они выдерживают детей полтора часа дороги, это сложно себе представить. Многие спрашивали меня про медицинскую страховку. Она есть, ее сумма стоит 2000 долларов на год, она обязательно. Посещение доктора стоит 50 дирхам, вам за эту сумму оказывают медицинскую помощь, выписывают рецепт на бесплатные лекарства, которые вы можете получить прямо там. Стоимость школы в Дубае очень разная. Она начинает от 7000 дирхам и заканчивается 80000 дирхам. Чем старше ребенок, тем выше его обучение в школе. Помимо того, что вы будете платить за обучение, вы должны будете платить за автобус, если у вас нет машины, будете платить за школьную форму и за учебники. Обучение нашего ребенка в школе вместе со школьным автобусом с формой обходится в 10 тысяч долларов в год. Дальше будет только дороже. Многие компании, которые находятся в Дубае, предоставляют частичную оплату школы или полную оплату школы в зависимости от того, какая сумма у вас будет. Еще один такой популярный вопрос, как попасть в школу. Если честно, я писала об этом статью. Эта статья есть в паблике на Дубае, была размещена где-то в июле месяце 2013 года. Для начала вам нужно обязательно иметь резидентскую визу. Без резидентской визы никакие документы в школу не принимаются. Затем вам нужно иметь 500 дирхам, это регистрационный взнос, который не возвращается. А дальше вам нужно брать просто вашего ребенка и идти с ним выбранную вами в школу. Там с ним будет проходить тестирование. И уже по результату тестирования администрация школы скажет, подошел, подходит ваш ребенок к этой школе или не подходит. Как правило, всех берут детей, но поскольку если английский нулевой, то предлагают еще дополнительные занятия, соответственно, дополнительные расходы по английскому языку для ребенка. В школах также есть так называемые автоскул активити. Это типа наши факультативные занятия после школы. Они по желанию и, естественно, все платные. Например, это может быть фотография, музыка, танцы, это может быть декоративные какие-то занятия по декорациям. Часто задаваемый вопрос, есть ли русские школы в Дубае. Да, русская школа в Дубае есть. Там достаточное количество детей учатся. Там же есть и детские сады, то есть тем могут ходить детки, которым 3, 4, 5 лет. Отдавать или не отдавать вашего ребенка в русскую школу решать только вам. Если вы думаете, что вы здесь временные, вас туда отправили по работе на 3-4 года, может быть, и нет смысла сдергивать ребенка с образования, тем более, если вы знаете, что вы вернетесь. Для тех, кто вообще не определился по жизни, никаких советов по этому поводу я вам давать не могу. Русская школа тоже платная, у них точно так же есть автобусы. Если вы хотите принять решение, приедьте в эту школу, просто посмотрите, где она находится. Вообще лучше выбирать самим и самим поездить по школам, пообщаться с преподавателями, пообщаться с директором, который должен вас принять. Вы можете задать все вопросы, интересующие лично ему. Также я знаю, что русская школа устраивает специальные курсы для детей, которые обучаются в зарубежных школах, но для тех, кто не хочет забывать родной язык. Обучение в школе стоит 200 дирхам в неделю для старших классов и 100 дирхам для малышей. Там занимаются только по русскому языку и по литературе. Все преподаватели русские, у них есть свои учебные материалы, которые они выдают, и они включены уже в стоимость обучения, и у них есть свое домашнее задание. Поскольку обучение происходит только раз в неделю, два урока, то домашнего задания там много. Для некоторых это тоже может быть выходом для того, чтобы не потерять именно русский язык. Каких-то еще рекомендаций по поводу русской школы, отдавать, не отдавать. Дорогие родители, решать только вам, это ваш ребенок. То же самое по поводу адаптации. Как быстро ваш ребенок адаптируется, знаете, можете знать только вы. Вы лучше все знаете и понимаете. Поэтому приезжайте, идите прямо в школу, идите на место, разговаривайте с учителями, разговаривайте с людьми, которыми там обучаются, смотрите на общую атмосферу в школе. Для того, чтобы узнать список всех школ, и также узнать стоимость всех школ, вы, пожалуйста, загляните в описание, там будет дана ссылка на Министерство образования Дубая. Если у вас появились или остались какие-то вопросы, тоже, пожалуйста, пишите их в описании, я обязательно отвечу. Всем хорошего дня, пока-пока, удачи, всем пятерок. Субтитры сделал DimaTorzok